Новости из Афганистана, если оттуда ещё могут быть хорошие новости, для США гарантированно закончатся 4 июля. Ко дню независимости должен завершиться вывод основной части американских войск из этой страны. 650 человек останутся для охраны дипломатов, ещё несколько сотен охранять Кабульский аэропорт. Но уже следующая символическая дата обещает катастрофу. Мы увидим кое-что очень плохое 11 сентября, когда вывод войск будет окончен. Это будет годовщина терактов, и в этот день мы получим триумф талибов. В этой пугающей конструкции есть один слабый элемент. А почему талибы вообще должны дожидаться 11 сентября? Развернув наступление по всему Афганистану, они уже захватили десятки районов, включая северные территории, вышли к границам СНГ. Это мост через Пянш в районе речного порта Шерхан-Бандар, недалеко от Кундуза. Кундуз талибы тоже взяли. Отряд полевого командира Дада Шерхана дошёл до моста через Амударью, и скоро мы пойдём в Таджикистан. Вот как обстоят дела в Афганистане прямо сейчас. Белым территорией под контролем талибов, розовым правительственных сил. Ещё в апреле белого было куда меньше, чем розового. Правительственные силы деморализованы и отступают, бросая оружие и технику. Власти на этом фоне объявили набор в ополчение. О том, во что превратится это ополчение, когда центральная власть ещё больше ослабнет, никто не думает. С мая талибан взял под контроль более 50 районов. Большинство захваченных районов окружают столицы провинции. Это наталкивает на мысль о том, что талибы занимают позиции, чтобы затем попытаться захватить эти административные центры, когда завершится вывод иностранных войск. Сделать это с каждым днём для мятежников становится всё легче. В их руках полно американской военной техники и вооружения. Под контроль талибов переходят укреплённые базы. В провинции Балх, например, захвачены десятки автомобилей. А это провинция Фарьяб. Талибы перегоняют трофейные хамвии. Солдаты правительственных войск массово сдаются в плен. Рядовых успокаивают и обещают не трогать. Многие из них, конечно, не разойдутся по домам, а просто встанут под новое ружьё. Важно то, что они атакуют север. Я освещал конфликт в Афганистане в 90-е, когда талибан боролся за власть в стране. Тогда у них ушли годы, чтобы пробиться на север. То, что происходит сейчас, должно внушать опасения жителям Афганистана. А вот рассчитывать на то, что испугаются в Вашингтоне, а думаются и что-то изменят, почти бессмысленно. Вывод войск к годовщине терактов 11 сентября для Джо Байдена – одно из его личных решений. И обречённый выслушивать байденовские монологи президента Афганистана понял это ещё с порога Белого дома, который недавно переступал. Вы знаете, что наши войска покидают страну, но наша поддержка Афганистана не прекращается. Кабулу пообещали подкинуть ещё денег – 266 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи и больше трёх миллиардов на безопасность. С учётом того, что США за 20 лет войны потратили в Афганистане более 2 триллионов долларов – это капля в море. Но, как говорит Байден, спасение утопающих – это теперь не дело тех, кто их утопил. Будущее Афганистана находится в его собственных руках. Почти дословно вынужден повторять за американским президентом президент афганский. Мы открываем новую главу наших взаимоотношений и партнёрства с Соединёнными Штатами, и мы очень рады этому событию. Гони не хочет ругаться, тем более, что он, видимо, надеется получить ещё что-то из запрошенных у Вашингтона 80 миллиардов долларов. Вот только может случиться и так, что деньги, которые будут выделены на безопасность, просто некому будет тратить. Проблема заключается в том, что сегодня Афганистан полностью брошен. Есть угроза, что страна снова окажется превращена в базу для террористов. Объявленная как война с террором, война США в Афганистане в общей сложности унесла больше 200 тысяч жизней. Но террор не побеждён, мир на афганскую землю так и не пришёл. Они оставляют страну в состоянии конфликта. Было потеряно столько жизней. По крайней мере, мы знаем, кого за это винить. В самой Америке, где никогда не признают свою коллективную вину за происходящее, на этот счёт мнение, что называется, разделились. Ищут и находят крайнего. Вспоминают, что уйти из Афганистана сначала пообещал Трамп, а не Байден. Я считаю, что они оба совершили ошибку. В Афганистане остаются 18 тысяч человек, которые помогали нам, рискуя своими жизнями. И никаких планов по их эвакуации нет. Среди этих 18 тысяч и чувствующие себя преданными афганские переводчики. В Кабуле, прямо перед посольством США, они устроили акцию протеста. Переводчики уверены, что при талибах им не жить. Мы просим справедливости. Мы просим безопасности и защиты. Ответ на это в Белом доме готов заранее. Он мало отличается от ответов по другим неприятным для нынешней администрации вопросам. Если что, где в Америке и плохо, то только лишь потому, что это тяжёлое наследие трамповского режима. Ну и в Афганистане, само собой. Я думаю, в первую очередь нам важно сделать шаг назад и вспомнить о том, какие проблемы мы унаследовали. Впрочем, прошлое можно не только ругать, у него можно учиться. Сейчас американцы, к примеру, готовятся покинуть военную базу в Баграме. Планируют передать её правительственным войскам. Баграм достался американцам по наследству. В 80-х это была крупнейшая советская военно-воздушная база в Афганистане. Афганцы в очередной раз почувствовали разницу. Оборудование американских войск на базе Баграм было уничтожено. Когда мы попросили американцев передать его нам, они отказались. Шурави покидали Баграм совсем по-другому. Когда советские войска покидали страну, они оставили всё своё оборудование и технику. Всё было передано армии Наджибулы. Благодаря этому правительство Наджибулы тогда продержалось ещё три года. У нынешнего афганского руководства столько времени, вероятнее всего, нет. Американское разведсообщество пришло к выводу, что официальные афганские власти, оставшись один на один с талибами, продержатся не больше полугода. У Байдена, конечно, в курсе, но что-то менять не в его интересах, в том числе политических. Какая разница, если за новостями из Афганистана пристально следят лишь 12% американцев? Валентин Байден.